Автоэкспедиция держит курс к морю Баренцеву. Флаг автоваза планируют установить в поселке Варандей Ненецкого автономного округа. Это одна из самых северных точек России. Маршрут проложен через Тыктывкар, Нарьянмар, Киров и Казань. Всего почти 7 тысяч километров в суровых условиях севера в межсезонье по снежной каше и льду. Опытной команде вазовских экстремалов не впервой рулить навстречу стихии. В прошлом году она побывала в горах Кавказа. Главное не пасовать, а приключения в пути гарантированы. Проверенных сложными трассами коней к северному путешествию подготовили. У Лада 4х4 богатый опыт экстремальных путешествий. Вот этот трехдверный автомобиль уже покорил Эльбрус. Поднялся на высоту почти 3700 метров над уровнем моря. Теперь легендарный отечественный внедорожник продемонстрирует свою всепогодность, устойчивость к арктическим морозам. Для этого автомобили модернизировали. Помимо прочих новшеств оснастили дополнительной системой теплоизоляции. На модели Лада 4х4 увеличили дорожный просвет, усилили шасси, машины оснастили силовыми бамперами и порогами. Двигатели и коробки передач остались серийными. Кроме трехдверной и пятидверной комплектации Лада 4х4 в поездку отправится новинка – кроссовер X-Ray. Его даже улучшать не стали. Весьма амбициозная заявка. Конструктивно уже базовая версия приспособлена для длительных путешествий в любых погодных условиях. Высокий дорожный просвет и хорошая проходимость позволяют не зависеть от качества трассы. Мы позиционируем этот автомобиль как автомобиль-кроссовер, городской кроссовер, пока еще только в переднеприводном исполнении. Но даже в таком виде этот автомобиль вполне может претендовать на преодоление вполне внедорожных трасс. Особенности поведения машин на разных трассах и в разных климатических широтах участники экспедиции будут ежедневно записывать в бортовой журнал. Вернуться планируют ко второму апреля. Марина Красова, Артем Сулайманов, События.